Генплан развития Ярославля скорректирован в интересах горожан. Он дополнен новой картой развития сети медицинских учреждений. Границы города расширили почти 600 гектаров земли бывшего совхоза Новоселки, где будут нужны медофисы. И не только там. Объекты здравоохранения – одна из составляющих федеральной концепции, которая известна как 2020. Предполагается развитие 12 территорий в отношении обеспечения медицинской помощи врачами в общей практике и 9 территорий – это амбулаторные поликлинические учреждения предполагается разместить до 2020 года. Еще одно новшество – составлена схема всех спортивных площадок, полей и комплексов с учетом их размещения в каждом дворе и на конкретных улицах. Все они внесены в генплан. В Ярославле в последние годы был прорыв в развитии инфраструктуры спортивных сооружений. В районах города открыты как физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе ледовые, так и футбольные поля. Сейчас стратегия мэрии продолжать это развитие целенаправленно, обеспечивая строительством спортивных объектов сегодняшнюю тенденцию к здоровому образу жизни. Мы предлагаем развитие 39 новых объектов массовой физкультуры и спорта. Это физкультурные поля для мини-футбола, это новые фоки, это аквапарки и бассейны. У нас целый ряд территорий, такие как, допустим, Заузский район, Зижинский район, не обеспечены вообще бассейны. Масштабный спорткомплекс будет построен во Фрунзенском районе. Новой ареной займется РЖД. Площадку под нее определили городские власти. В генплан внесено и это изменение. Планируется во Фрунзенском районе разместить новую базу хоккейного клуба «Локомотив», плитовой арены высокого уровня и всей инфраструктуры, которая необходима для проведения тренировок и соревнований, в том числе по фигурному катанию. Публичные слушания всех корректировок в генплан пройдут 23 июня в мэрии. То же, что сегодня узнали депутаты муниципалитета и члены общественной палаты Ярославля, смогут узнать все желающие. Евгений Полковников, Сергей Чекмарев, Городской телеканал.